добрый день мы продолжаем тему изучение нот на грифе гитары настоятельно рекомендую рисовать это все рисовать по нескольку раз для того чтобы образовалась связь в ощущениях в руке визуализация на бумаге и играем чтобы слышать что из этого получается итак мы с вами играем мажорный аккорд от ноты соль у нас получается три звуча самый простой аккорд состоит он из трех звуков и так в прошлый раз мы нашли на грифе и на схеме ноту соль ноту си и но туры сейчас мы все их отметим так это шестая струна то первое самое толстая самая тонкая а 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 Продолжение следует... 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 Сыграть в четырёх местах на грифе. Все ноты будут в Соль, Си и Ре. От Соль. Соль, Си, Ре. Соль, Си, Ре. Соль, Си, Ре. Соль, Си, Ре. На пятнадцатом ноту, если мы играем, мы уже дублируем то, что играли на третьем. Итак, четыре трезвучия мы можем сыграть. Всего четыре аппликатуры трезвучия. Первая аппликатура от шестой струны тоника. Вторая аппликатура от четвёртой струны. Третья аппликатура от пятой струны. И четвёртая аппликатура от третьей струны. всего-то обращение если мы это же трезвучие играю но нижняя нота у нас будет си это у нас будет секст аккорд и если мы играем трезвучие и нижняя нота у нас будет рэ это будет кварт секст аккорд тоже мы должны сейчас это все найти на схеме и повторить на грифе от си сейчас я перерисую просто перерисовывать придется несколько раз в этом и заключается один из секретов надежно если мы хотим запомнить расположение нот на грифе нам понадобится к этому возвращаться уж точно не один раз раза три или четыре мы уже здесь можем видеть какую-то закономерность которую я показывал на первом занятии но чтоб подробнее это все разобрать мы подойдем еще с одной стороны что получается теперь играем от си вот такая получается секст аккорд обращение мажорного трезвучия мы его играем от третьей ступени прозвучия от пятой струны от шестой струны от четвертой струны от третьей струны от четвертой струны от четвертой струны и такой же мы можем построить ход но ты р это тоническая это секст аккорд и кварц секст аккорд и Продолжение следует... 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 Так, вполне слышно. От пятой струны. От четвертой струны. От третьей струны. С открытыми струнами мы не можем сыграть трезвучие полноценное, потому что... ...все звуки не прозвучат. Если мы захотим его сыграть, нам придется перекрыть один другим. А если мы сыграем соль на третьей струне, то у нас опорно не получится, потому что мы сыграем соль, си, и опять соль. И так, что нам нужно? Нам нужно взять и выучить аппликатуру трезвучия и его обращения. Рекомендую это сделать сначала на одной стороне, потом на другой, потом на третьей. И, конечно, лучше всего это все нарисовать, чтобы понимать карту движения. Чтобы мы могли... Ну вот. Что нам нужно будет? Это сейчас второе занятие. Нот мы не прибавили названий. Мы сейчас расставляем аппликатуры на грифе гитары. Чтобы все-таки системно изучать ноты, помимо их названия, нужно понимать, для чего они, и в какой вообще системе они находятся. Нам нужно знать, что такое ступени звукоряды, нам нужно знать, что такое тоника, нам нужно знать, что такое тональность, что такое ла, что такое звукоряд, что такое гаум, что такое аккорд. Если есть желание, пишите И это все мы быстренько изучим Нет предела совершенству И нет преград для человека с мозгами До свидания